Подожди, не поняла, что Ванга говорит? Всех побью. Война будет в 12-м году. Да не война, а там что-то с этим будет. Какой-то катаклизм будет. Все погибнут. Не все. Высохнет вода. Выйдет золото на улицу. Наче жарите, кому золота мало. Эти пузачи. Нет, там что-то другое будет. А я так думаю, что ничего особенного не будет. Потоп может быть быть. Да потопов он их сколько. То там, то там, то топит. Голова уже закружилась. Давай спать. То еще. А сколько время? Девять часов все у Гауша. А ты знаешь, как-то плохо, плохо мне. Зачем зря говорим? Так, я так поняла, что тебе и вспомнить ничего хорошего, да? Нет. Не знаю, все равно в жизни есть какие-то хорошие вещи. На Сахалине прожила, как все люди прожили. Ну, с мужем это не все. Не, ну все равно же жизнь не застает из-за них только недоразумений. Здесь бить он меня не бил. И хорошее. Раз ударил, синяк подставил, ну и я на него напала. А он... А так не бил никогда. Раз только за косу потянул. И то, и убережал. Ты что делаешь? А так не трогал. Побьет до дома, перевернет все. Меня не трогал. Нет, в Барнаулю выгнал меня кормящую. Верке-то было месяцев шесть. На мороз выгнал. На мороз. Только выгнал, я выскочила. Стою около двери, так вот, а он, заходи, а то кормить будет нечем. Ну, сообразил, сообразил сразу. Хозяйственный. Смиловался. Вообще он гад был, конечно. Гад нехороший был. Да, ты понимаешь, это вот от отца передалось. Отец был такой, что она рассказывала, что в заказы таскал. Вот это у него, это, это же с генами передается. Да. И, может, ему самому было не мочь, что вот он такой есть. Понимаешь, другие-то ходят там, и радости, и все. Да он так веселый был. Мне он нравился. Он и шпашутит, и что-то там упендривается. Все показывает. Не пьяный-то он, нормально был. Как выпить, все, и понеслась душа врать. Вот, а так ведь он с юмором всегда ха-ха, хи-хи. Ну, ты говоришь, меня он не трогал, не хочу врать. Ну, вот эти вот клетки его, эти гены. Вот эти выпады. Папка-то как рассказывала, баба Вера, рассказывала, что приезжал он? Он кто у нее был? Как-то муж. Ну, муж-то, работа у него какая была? А черт его знает. Что-то приедет, ЗАГСы понатаскает и опять уезжал. И опять уезжал, да. Справил двое детей, и ладно. И живи, баба, как хочешь. Такой сволочь. Там фотографий столько было у него. Да и у меня есть тут там кое-какие. Я не знаю, кто там. Там такой мужчина с большим лбом. Думаю, кто это? Отец его или дед, или какой-то... Отец его лысый был. Весь лысый. Я помню фотографию. Такая-чика фотография была показана. Лысый, вылитый, Порошина. Да? Я Порошина не узнала. Он как явился сюда. Под шляпой, а лысая голова. Он звонится, я открываю. Я говорю, вам кого? А он смотрит. Я говорю, ну заходите. А он не узнал, Аннушка, не узнал. Тебе Аннушказал? Ага, не узнал. Зашел. По-моему, покормила его Верка, что ли, похлебкой какой-то. Ну, он приходил изредка, там-то там. Потом не стало, я вышла из-за него замуж. Если бы не он, я бы ни за что не помню. Как-то это встретились на... На втором или на третьем этаже эти сапоги мы, что ли, покупали. Красные сапоги такие. Или куртку, уж я не помню. По-моему, сапоги. И он подошел, поздоровался, ты ему руку потянула. Вот, потом мы пошли, а ты говоришь, а кто это, твой начальник? Я говорю, ты что? Я-то его не узнала. А кто он? У меня спрашиваешь, ты это что, говорит, твой начальник? Я-то что, не узнала, что ли, Василия Григорьевича нашего? Ты что, правда, что ли? Я не узнала. Да, ты его не узнала. Мы покупали, с тобой ходили, спои, по-моему, красные. Этого я вообще ничего не помню. Да? Ты, нет, нет, вырвешься со свежей головой. Я ничего не помню этого. Ну, уже забывал. Я помню самые такие веские дела. Но в дороге он всегда молодец был. И привнесет, и покормит, и заплатит, и закомпосирует, и сбегает. Всюду бегал он. В дороге он хороший был. Да. Он пьяница, как нажрался пьяный, как ведут, ведут его милиция. И ко мне он, значит, они ему, наверное, отвесили, ведут его, а я лежу на диване на вокзале. А он на вокзале уже нажрался и ходит, якает перед милицией. Милиция ему отвесила, наверное. А он его на грудке, сила-то тоже есть, милиционера. А-а-а, так. Ну, они его вдвоем схватили. Он, наверное, попросился к жене. Мне тут жена и ребенок. Ну, они подвели его ко мне. Я говорю, да, это мой муж. А потом подошла. Я говорю, вы его стряхните чуть-чуть. Ну, не бейте сильно, ради бога. Я говорю, я бы не просила, но мне ехать, я говорю, на Северный Сахалин с ним. А у меня, я говорю, вещий ребенок. Я говорю, я не справлюсь одна. Не убивайте его только. Не калечите. Я говорю, отвесьте ему, дайте, да и хватит. Чтоб он это... Они засмеялись, и все. Поставьте его на место еще. Ой, дурак, ой, дурак. Ну, вот такая вот порода. Пропился до нитки. В Николаевске стоим ни денег, ни товаров. А у меня в заначке были всегда деньги. Я знаю, что он алкаш. Деньги были. На билет, мне кажется, 200 рублей было. А тогда дешево было. Он ходит с этим. Уехать не надо, что ехать надо. Это мы вдвоем ехали, да? Это уже с материка на Сахалин ехали. А, это с Черного моря, что ли? Ага. 55-й год, что ли? Да, я говорю. Из Крыма вместе со мной ехали, да? Да, ну, по-моему, да. А он деньги все пропил, да? Он все пропил, да, верьте. И потом... А что, и билета не было у вас? А? И билета не было? Билета не было, что-то... А что, деньги у него разве были? Деньги у него были. И он все пропил? Да, почти все. Половина у меня были. Я в заначке всегда держала на билет. Вот. Что это я хотела сказать? Дело в том, что... Денег нет, он стоит, не знает, что делать. Да, да и... Да взял, да продал себе костюм, который я ему сшила. А я сшила ему костюм мужской. И портной так не сошьет, как я сшила. Сшила на Сахалине. Это он, чтобы доехать до дома, костюм продал? Да. Чтобы доехать не до дома, а в доме он уже побывал, в этом костюме, все. А ехал обратно. Нет, ну, в смысле, на Сахалин до дома. Да. И продал костюм. Я не знаю, как он, без штанов, что ли, или один костюм. Ну, были, наверное, запасные. Наверное, один костюм. Сверху, да? Нет. Верху. Я ему деньги дала. Я говорю, на, иди, покупай билет, и поехали. Он обратно, ой, Аннушка, ой, какая же ты молодец. Ой, умница, уж он меня расхвалил. Я сберегала деньги на билет. Ну, и купили. А костюм-то все равно продал? Костюм, кажется, продал. Костюм продал. А когда сшила, уж он носился у него. Там, на Сахалине, так и никто не сшил. Это пришла одна знакомая с мужем. Поглядела. Кто это шьет? У вас портника, что ли, дров? А у меня машинка всегда со мной. Я говорю, это я шью мужу своему. Все сделала. И эти штучки. Ну, все сделала, как положено. Не подсчитайте, что это не фабрично. Я шила медленно, но шила хорошо. А потом все пошло. А теперь носового платка не подошел. Ну, Боже, что ж ты хочешь? Ты хочешь все и сразу. Естественно, все подушки поделала. Все перины подела. У тебя, видишь, подушки целые тут. Да. Нанкины. Нанкина. Две сережкины. Одна моя. А что сережки? У них что-то есть? У сережки я не давала им подушку. Это гусиные, да? Гусиные. А у сережки первые.